Здравствуйте! В эфире новости РТК Забайкалья. С вами Анна Бородина и главные темы к этому часу. 224 человека за сутки. Уровень заболеваемости COVID-19 в регионе постепенно снижается. В Яблочко около 300 спортсменов приехали в Читу на Кубок России по стрельбе из лука. Мы живем небом в столице Забайкалья. Прошли традиционные соревнования по парашютному спорту. Об этих и других темах более подробно расскажем прямо сейчас. Снижение темпов заболеваемости коронавирусом в Забайкалье ожидается в августе. Об этом на оперативном совещании краевого правительства заявила глава регионального управления Роспотребнадзора Светлана Лапа. За прошедшую неделю заболеваемость в крае снизилась на 7,1%, в Чите – на 9,8%. Светлана Лапа также обратила внимание, что показатели в районах неустойчивые. Наблюдается то рост, то снижение заболеваемости. Несмотря на то, что число заболевших коронавирусом в регионе снижается, среди детей оно все равно остается высоким. Серьезное внимание нужно уделить сейчас детям, потому что заболеваемость детей остается очень высокой. И удельный вес детей в структуре заболеваемости, он на фоне снижения заболеваемости взрослых, естественно, возрастает. К сожалению, заболеваемость детей на сегодняшний день составляет 54% от уровня за июль в целом. Что, конечно, все равно будет меньше августа, но здесь динамика пока не очень нас радует. Глава Роспотребнадзора также отметила, в регион поступила крупная партия «Спутник Лайт». Этот препарат, по мнению специалиста, необходимо направить в первую очередь на вакцинацию студентов. Провести ее нужно в течение первых 10 дней сентября, потому что потом начнется кампания против гриппа. Свыше 117 тонн овощей доставили владельцам личных подсобных хозяй Забайкальского края, которые пострадали от первой волны паводков. Продуктовые наборы получили 1064 семьи из Петров-Забайкальского, Газимура-Заводского, Болейского, Шилкинского, Нерчинского и других районов, пострадавших от июньских наводнений. В сентябре поставщик приступит к доставке овощей гражданам, чьи огороды подтопило во вторую и третью волны. В набор входят картофель, капуста, морковь, перец и лук. Напомним, в крае открыта горячая линия по вопросам ликвидации последствий стихии для граждан. Телефон 8 800 30 22 135 бесплатный. В селе Нижняя Куинга Сретенского района к 25 августа появится новый пешеходный мост, который украшен персонажами из мультфильма «Смешарики». Старая переправа была разрушена паводками. В скором времени дорожники начнут отсыпку проезжей части для автомобилистов. Кроме того, в село Верхнее Куинга направят железнодорожную технику для укрепления русла реки. Вода в реке Чара Каларского округа повысилась почти на метр и достигла опасного уровня. Сейчас пойма потоплена на 91 сантиметр. Сотрудники МЧС каждый час измеряют уровень воды. В случае осложнения ситуации жители села будут эвакуировать. Накануне в Чаре ввели режим повышенной готовности. По данным гидромедцентра, за Байкалье уровень воды также повысился почти на 200 сантиметров на реках Нерча, Каринга, усел Тунгакочин и Усть-Каринга и на реке Витим у села Неляты. Вода продолжает пребывать. На реке Чита у села Шишкино в ближайшие сутки подъем уровня воды продолжится, ожидается выход воды на пойму. И к другим темам. Владимир Путин предложил разово выплатить всем пенсионерам России по 10 тысяч рублей. Единовременная выплата коснется всех пенсионеров, в том числе работающих и военных. Он отметил, что средства должны компенсировать инфляцию, которая оказалась выше планируемой. Кроме того, президент России предложил выплатить в среднем по 15 тысяч рублей и военнослужащим по результатам этого года. Василий Дунец, который застрелил 9-летнюю девочку из охотничьего ружья через входную дверь 17 февраля, подал апелляцию на смягчение наказания. Адвокат просит переквалифицировать действия Дунца с части 2 статьи 105 убийства на часть 1 статьи 109 причинения смерти по неосторожности, а также снизить размер компенсации, которую мужчина должен выплатить родителям девочки. Кроме этого, отец погибший также подал апелляцию, так как считает приговор мягким. Напомним, Забайкальский краевой суд приговорил 33-летнего Василия Дунца к 17 годам колонии строгого режима и обязал выплатить компенсацию потерпевшим в размере 6 миллионов рублей. В регионе 22 августа, в день флага России, традиционно прошла замена государственного триколора и флага Забайкальского края. В 1991 году в этот день Верховный совет РСФСР постановил считать полотнище из горизонтальных белый, лазоревый и алый полос символом России. Символы страны обычно меняются по мере загрязнения и изношенности. Летом раз в месяц, зимой чаще. Изготовлено полотно из флажной сетки, которое защищает и создаёт хорошую продуваемость. Размеры триколора остаются стандартными – 90 на 135 сантиметров. При поднятии флага меня охватывает гордость за страну, за государство, за наше. И ещё первый раз, так сказать, меняю. Раньше такого не делал. Ярко день флага отметили и жители Петровск-Забайкальского. На площади имени Ленина горожане наблюдали за тем, как под звуки гимна поднимался символ страны. Во время празднования юные петровчане получили свои первые паспорта и подарки. Творческие коллективы провели концерт, а после состоялся вело- и автопарад с участием любителей здорового образа жизни, которые проехали по улицам города с флагами Российской Федерации. В этот же день активисты Народного фронта развернули 15-метровый триколор на скалах археологического памятника Титовской сопки. Место это выбрали из-за исторической значимости для забайкальцев. Сухотино – уникальное место, где обнаружена стоянка древнего человека. Флаг развернули на склоне вместе с командой молодежки ОНФ. Екатерина Станиславская, Анастасия Рыжова, Евгений Нафигов, РТК Забайкалье. Жители Республики Сахапа благодарили забайкальских пожарных за помощь в тушении огня. Они на несколько минут подсветили телебашню в Якутске в цвета официального флага Забайкальского края. Напомним, сейчас с огнем борются 67 десантников пожарных Читинской авиабазы. В Якутии они находятся уже два месяца. Сегодня телебашня окрасится цветами флага Бурятии 24 августа Амурской области, а также других субъектов. А теперь к новостям спорта. В эти выходные в Чите прошли традиционные соревнования по парашютному спорту на Кубок Героя Советского Союза Николая Глазова, посвященный Дню флага России. Побороться за главные призы и получить море впечатлений. Прибыли 20 местных спортсменов, которые всегда выбирают небо. В соревновании по парашютному спорту на Кубок Героя Советского Союза Николая Глазова являются своего рода визитной карточкой Забайкалья. Показать спортивные достижения в этом опасном, но красивом виде спорта приезжают гости не только из регионов, но и из других стран. На данном мероприятии у нас в этом году присутствует 20 человек спортсменов. В связи с заболеванием ковидом многие участники не смогли прибыть на соревнования. То есть раньше у нас участвовали город Улан-Удэ, город Иркутск. Представители Монгольской республики были. Но в связи с этими неприятными болезнями мероприятие проводится силами наших спортсменов. Перед соревнованиями участники делятся на команды – мужскую и женскую. Здесь же инструкторы проверяют спортсменов на линии осмотра, снаряжение, внешний вид, состояние и здоровье. И только после – выход в небо. Занимаюсь с 2014 года парашютным спортом. Я очень люблю этот вид спорта. Есть такой фильм хороший – «Парашютисты». Он очень старый, но он актуальный. И там спортсменка, очень наша великая чемпионка, сказала такие слова. Мы поднимаемся в небо лишь только для того, чтобы опуститься на землю. Мы живем небом. Первое задание для спортсменов – точное приземление с высоты 1200 метров в мишень диаметром 3 сантиметра, размером с пятак. Здесь победителем станет тот, кто сможет приземлиться более точно. Второе упражнение – купольное пилотирование, иначе дальность приземления. Спортсменам необходимо попасть в створ ворот не выше, чем 3,5 метра и пролететь как можно дальше. Я вообще начинающий парашютист. Я начал заниматься этим летом. Часто задаваемые вопросы, вот я точно знаю, что страшно ли вам. И любой парашютист скажет, что прыгать страшно. И парашютист не тот, кто боится прыгать, а тот, кто боится не приземлиться. Почему именно парашютный спорт? Как и в любом деле, когда ты начинаешь чем-то заниматься, главное – комьюнити. То есть главное – люди, которые здесь находите. И когда эти люди объединены чем-то одним, таким, вот из-за чего стоит идти сюда. Среди женщин победителями в направлении «Точность в приземлении» стали Валерия Коркина. Она заняла первое место, второе – у Анны Юдины, и третье место – у Анны Деревянко. Среди мужчин первое место занял Егор Попов, вторым стал Денис Пименов, и третье место получил Александр Михеев. В дисциплине скоростное пилотирование лучшими стали Александр Халявкин, Татьяна Степанова и Михаил Григоренко. Авиационно-спортивный клуб, он носит имя героя Советского Союза Глазова, летчика. Этому клубу прислоены звания, и мы ежегодно проводим эти традиционные соревнования. Клуб родился в 1934 году, поэтому клубу очень много лет. Для забайкальцев, кто смог покорить себе когда-то небо, нет преград. Теперь спортсмены отправятся представлять наш край не только на всероссийских, но и на мировых состязаниях. В Чите на Высокогорье стартовал Кубок России по стрельбе из лука. В течение пяти дней спортсмены из 20 регионов будут бороться за награды и право войти в сборную России. Стрельба из лука – не тот спорт, где помогает бурная поддержка болельщиков. Спортсмены во время стрельбы должны быть максимально сконцентрированы. В этот момент они слушают только своего тренера, который корректирует стрельбу. Есть центр, собственно, желток, и смотря куда стрела полетела, мы говорим по часам. Например, 9 на 9, 8 на 10. Это направление, куда стрела улетела относительно мишени. На соревнования приехали 290 мужчин и женщин из 20 регионов страны – от Калининграда до Приморского края. Особенностью Кубка России является то, что в нем принимают участие как юниоры, так и опытные профессиональные спортсмены. Я уже 13 лет занимаюсь стрельбой из лука. Я мастер спорта международного класса. В настоящее время вхожу в состав национальной сборной России. Соревновательные условия сегодня отличные. Они всегда хорошие. Есть ветер, солнце, дождь бывает. Лучник, профессионал должен приспосабливаться к любым условиям, и для него они всегда хорошие. Кубок России, который сейчас проходит в Чите – это финальный отбор на чемпионат мира, который пройдет в США с 19 по 26 сентября. Кроме того, по итогам всех соревнований, которые проходили в течение года, в том числе и этих, формируется сборная команды России на следующий спортивный сезон. Забайкальские спортсмены традиционно в ней широко представлены. Забайкальская школа, как мы все знаем, очень одна из сильнейших школ в России. Соответственно, у нас членов сборной страны в этом году было 21 человек. В отличие от других видов спорта, конечно, у нас вид спорта такое позволяет и дистанцироваться. И, соответственно, мы, например, в нашей секции беспрерывно занимались. 23 и 24 августа проходят квалификационные раунды. 25 августа пройдут личные финалы и финалы смешанных команд. Победители Кубка России определятся 26 августа. Екатерина Станиславская, Константин Васильев, РТК Забайкалье. Это были все новости на сегодня. Смотрите нас не только в эфире, но и в наших социальных сетях. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok